Привет всем любителям математики! Наш канал Математика и Фокусы снова в эфире. И у нас радостное событие. Мы набрали наконец-то первую тысячу подписчиков. И я хочу поблагодарить всех друзей нашего канала, всех приверженцев, всех, кто за нас переживал, поддерживал. А может быть даже хочется сказать спасибо тем, кому мы помогли разобрать какие-то вопросы математические, трудные. Итак, всех и себя, и наш канал, и вас, дорогие подписчики, поздравляю с первой набранной тысячей наших участников. Ну а теперь обращаемся в пятый класс. Сложение и вычитание смешанных чисел, ребята. Итак, надо сложить два смешанных числа. А мы знаем правило, чтобы сложить два смешанных числа, нам надо отдельно сложить целую часть и отдельно сложить дробную часть. Давайте складываем 3 до 5, 8. А чтобы сложить дроби с одинаковым знаменателем, надо сложить числитель, а знаменатель оставить тем же. 4 плюс 7, 11 девятых. 11 девятых это неправильная дробь. Неправильная дробь это та, у которой числитель больше знаменателя. Чтобы неправильную дробь превратить в смешанное число, надо числитель поделить на знаменатель. Неполная частная станет целой частью, а остаток уйдет в числитель, а знаменатель останется тем же. 11 поделить на 9. 9 входит в 11 один раз, 1 целое, в остатке 2. 2 девятых. Здесь целая часть 8, а дробной нет. Здесь целая часть 1, дробная 2 девятых. 8 до 1, 9. 9 целых 2 девятых. Складывать смешанные числа в общем-то легко, да, ребята? Поехали дальше. Вычитание смешанных чисел. Еще страшно, мы разговариваем. Я хочу сказать, как на всех видео, у нас всегда фрагменты уроков. Никаких секретов нет. Все наши уроки записываются. Пропустите операцию. Вычитание смешанных чисел. Ну, чтобы вычесть смешанные числа, надо вычесть отдельно целые части. И отдельно дробные, и получившиеся результаты сложить. 8 минус 6 плюс. Вычитаем дробные части. 19 двадцатых минус 12 двадцатых равно. 8 минус 6, 2. Чтобы вычесть дроби с одинаковым знаменателем, надо вычесть числители, а знаменатели оставить тем же. 19 вычесть 12, 7. 7 двадцатых. Или 2,7 двадцатых. Это очень хорошо. Это тоже просто, верно? Но есть, ребята, у нас некоторые тонкости. А как из единицы вычесть дробь? Мы знаем, что единица это неправильная дробь. Например, 17,17. Числитель и знаменатель одинаковые. Минус 13,17. Итак, внимание. Чтобы из единицы вычесть дробь, надо единицу представить в виде дроби с таким же знаменателем, как у вычитаемого. Чтобы вычесть дроби с одинаковым знаменателем, надо вычесть числитель, а знаменатель оставить тем же. Ребятки, проверяйте все мои вычисления. Если что, делайте замечание. Мы торопимся. Вдруг ошибемся. Поехали дальше. А как не из единицы, а из какого-то натурального числа вычесть дробь? Мы уже понимаем, что троечка это 2 плюс 1. Верно? А из единицы мы умеем вычитать. Мы единицу представим в виде дроби вот с таким же знаменателем. Это будет 19,19. Минус 4,19. Равно 2 целых. Чтобы вычесть дроби с одинаковым знаменателем, надо вычесть числитель. Знаменатель оставить тем же. 15,19. Ну а теперь я попрошу сюда передвинуть нашу камеру. Теперь, друзья мои, самое сложное, где допускают самое большое число ошибок. А что если числитель в дробной части уменьшаемого меньше числителя вычитаемого? Вот проблема. Тут надо поступить так. Вычитаем сначала целые части. Из 5 вычесть 2 будет 3. И, внимание, эту тройку сразу заменяем как 2 плюс 1. Тут у нас остается 4,13 минус 9,13. А единицу в связи с тем, что нам здесь в числителе не хватает, чтобы вычесть девяточку, надо единицу представить в виде дроби с таким же знаменателем. Равно 2 плюс единицу заменяем как 13,13 плюс 4,13 минус 9,13. Равно. Там, кстати, видно? Равно. Ребята говорят, видно. 2 плюс 13 плюс 4. Складываем числитель, будет 17. И вычитаем числитель. 17 вычесть 9. 8. Плюс 8,13. Равно. 2,8 13. Итак, в этом случае нам приходится целую единицу занимать. Мы даже так с ребятами говорим. Ну что ж, друзья мои, мой оператор устал. Всем большой математический привет. Любите дроби. Как я уже говорил, до тех пор, пока есть дроби, а мы с ребятами их называем дроби, добрые числа, потому что дроби заставляют делиться с людьми. Тогда будет счастье и успех на планете. Всем большой математический привет.